Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, как на самом деле на практике создаются мобильные приложения, в данном случае в контексте этого канала, как создаются Android приложения. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, все, конечно же, начинается с фэш-идеи. У вас есть какая-то идея. А что делать, если у вас нет идеи? Ну, тогда можно поискать идею. Идею можно поискать с помощью по запросам в том же Яндексе через специальный сервис Wordstat Яндекс. Ссылочка на него будет в описании. Можно попрашивать своих знакомых, каких приложений не хватает, а какими бы они не хотели пользоваться. Можно какой-то опрос запустить. Можно поискать. Очень часто, конечно же, что приходит нам на русскоязычное пространство, то, что уже есть на англоязычном пространстве, но нет на русскоязычном пространстве. Можно поискать что-то за рубежом. Можно также подумать, чем бы вы пользовались, чего бы не хватает. Либо у вас есть какая-то узкая специализация, работа, которой вы занимались до этого. И в вашей специальности вы хотите сделать узко специально какое-то мобильное приложение. Но самое главное, подходить к идее со стороны монетизации. И об этом нам говорит следующий этап создания мобильного приложения. Это проверка идеи. Вам нужно проверить идею. Проверить идею на, во-первых, ее востребованность. То есть, посмотреть по статистике, на том же WordStat Яндексе или в других каких-то источниках, насколько будет популярна ваша идея. И если есть уже подобное мобильное приложение, вы сразу должны посмотреть на отзывы к этим мобильным приложениям, что людям нравится, что людям не нравится. И уже сделать будущее своем мобильное приложение. Уже думать, как его делать с учетом всех различных отзывов. Конечно, лучше читать негативные отзывы. И вы должны проверить эту идею и подумать, как же вам монетизировать. Что вы будете публиковать рекламу, делать свою внутреннюю инфраструктуру. Там, допустим, свой внутренний мир мобильного приложения, где человек может что-то купить. Либо это будет какая-то платная подписка. Например, вы создаете банальное приложение по созданию списка покупок. И все вы делаете бесплатно. Но такой функционал, например, как поделиться списком покупок с членами семьи, вы делаете платной. Все бесплатно, но поделиться вы делаете платной. И заплата будет за подписку. Либо у вас какие-то другие варианты монетизации. Либо вы какое-то, допустим, бесплатное мобильное приложение. Но мобильное приложение будет вас пиарить. То есть тут нужно именно проверить идею на востребованность, на варианты монетизации, получение дохода. В принципе, это вся проверка идеи. Когда у вас есть идея, вы ее проверили, вас все устраивает, вы должны перейти уже непосредственно к созданию мобильного приложения. И начать, конечно, с создания прототипа. Внимание, не дизайна, а прототипа. То есть сколько будет экранов, что на этих экранах будет, какой функционал. Примерно накидать, где какие кнопочки, что будет, как вы планируете все это делать. Вы просто накидайте себе на бумаге, нарисуйте прототип. Когда у вас прототип готов, тут два варианта развития событий. Либо идти к дизайнеру, чтобы он вам рисовал дизайн. Либо более простой вариант, если вы одиночка. Начинайте просто создавать мобильное приложение. То есть тут разные варианты, но перед этим этапом уже хотя бы нужно вам понимать, какие цвета вы будете выбирать. Лучше выбирать не более двух-трех цветов. Один цвет для фона, второй цвет для шрифта. Третий цвет для выделения каких-то областей, для выделения кнопок. Есть сочетания цветов, которые хорошо сочетаются. Черно-желтый, бело-красный, бело-синий, бело-зеленый. То есть посмотрите на все топовые компании, посмотрите, какие они цвета используют. Кроме того, я где-то слышал от психологов, что красный это значит скорость, зеленый надежность, белый доверие. И синий, я не помню же, по-моему, синий приятно для глаз, черный стиль, что-то такое. Вот я слышал от психологов. И в общем-то вам хотя бы с цветами определитесь и теперь переходите к разработке. Перед разработкой вам нужно понять, какой вы источник данных будете использовать. Это будет база данных на сервере, база данных на устройстве, откуда вы будете получать данные. Ведь работа любого мобильного приложения состоит в том, чтобы получить данные и отдать пользователю. И в дальнейшем предоставлять пользователю возможность функционировать, как-то изменять данные, как-то с ними взаимодействовать. То есть, допустим, вы определили, что у вас будет база данных на сервере. Вы должны поднять сервер, то есть зарегистрироваться на домене или на хостинге, создать там базу данных, подключить там домен, соединить домен с базой данных, домен будет ссылкой для взаимодействия с сервером. И как бы поднять базу данных и настроить все PHP-запросы по работе с базой данных. Потом уже можете переходить к созданию проекта вам мобильного приложения. И в первую очередь нужно, конечно же, создать слой дата и настроить получение данных сервера. И затем создать базу данных на устройстве, с которой вы будете работать через библиотеку.ру. И там уже вы должны настроить функционал миграции при удачном запуске мобильного приложения. Миграция новых данных актуальных сервера и перезапись их в базу данных на устройстве. Этот подход дает нам множество преимуществ. Во-первых, это ускоряет работу мобильного приложения. Потому что работа сервером, она довольно-таки небыстрая. Потому что нужно обратиться к серверу, получить какие-то данные, перепроверить и отдать пользователю. Это требует времени. А вот если вы на момент запуска, пока запускается мобильное приложение, сделаете всю миграцию, положите все актуальные данные в базу данных на устройстве, то с базой данных на устройстве все работает стремительно. Тем более, с помощью библиотеки.рум, где из-под капота можно работать и с корутинами, и работать по принципу LiveData, то есть получать обновляемые данные. Кроме того, если пользователь у вас зайдет на мобильное приложение, при мобильное приложении у него не будет подключения к интернету, то ему отобразятся данные, которые были загружены в последний раз, когда он удачно подключался к интернету. И вот в этот момент заходил мобильное приложение. То есть вы разрабатываете саму основу, работу с данными. Ну и потом нужно переходить к созданию непосредственно презентейшн с части, то есть это активити, фрагменты. Вы должны понимать, какой вы будете подход в плане навигации использовать. Будет это либо несколько активити, ну вот так вот сейчас уже никто не делает, либо это будет Bottom Navigations внизу, да, поставляемая библиотекой Material Design, который будет подгружать различные фрагменты в зависимости от поведения пользователя. Либо это будет у вас Navigations Architecture Component, нежели чем-то схож с Bottom Navigations, но там нет нижней навигационной панели, хотя может быть, ну тут разный вариант. То есть вы выбираете ваш подход по навигации. То есть, да, архитектурный паттерн вы, как правило, уже определяете на этапе работы с данными, в плане, когда мы настраивали слой дата подключения к базе данных, их иммиграция, уже на этом этапе вы должны были уже определить, какую архитектуру будете использовать, MVVM или будете без архитектуры. Но если вы получаете данные сервера, то, как правило, в 99% вы используете архитектурный паттерн MVVM. Ну и вот так вот вы разрабатываете, именно программируете уже экраны, определяете, где кнопочка будет находиться, что она будет делать, размещаете все эти Widget RecyclerView, то есть уже программируете визуалку и связываете ее уже со слоем дата для получения данных. Вы пока будете разрабатывать, писать код, вы множество раз будете все менять, но вы почувствуете этот момент, когда у вас будет все готово, когда будет все работать. Но будет, возможно, не очень красиво все, но будет все работать функционально, пререканий не будет. И вот на этапе, когда на таком этапе, вы должны уже более детально проработать визуальную часть, подработать над дизайном, посмотреть, возможно, лучшие практики дизайна. Раньше в Инстаграме я смотрел, ну, на сервисе Pinterest можете посмотреть. Все ссылки на эти сервисы будут в описании к видео. Вы просматриваете лучший дизайн, выбираете для себя, да, и делаете дизайн. Ну, конечно, лучше всего даже, конечно, дизайном посмотреть лучшие практики, поработать на этапе проектирования, ну, и на этапе программирования тоже это можно делать, все менять. Сущности на само программирование это не сильно повлияет. Далее, когда у вас все готово, вы должны протестировать ваше приложение. Я говорю сейчас не программное тестирование, я говорю про тестирование, пользование им. Попробуйте, протестируйте свое мобильное приложение. Если вам где-то это будет, оно неудобно, то срочно меняйте, потому что если вам чуть-чуть неудобно, то вашим потенциальным пользователям это будет очень неудобно, потому что вы все-таки мягко относитесь к своему приложению, потому что это ваше детище, это ваш продукт. Поэтому что-то не так, все меняйте. Когда вам все нравится, дайте своему это мобильное приложение попользоваться своим близким друзьям, коллегам, возможно, ну, кому вы доверяете. Пусть они напишут вам все рекомендации по устранению. И опять же, читаем отзывы к подобным конкурентным мобильным приложениям и меняем все в соответствии с отзывами. Как только всем все нравится, можете записать несколько людей на пробное тестирование бесплатное. Люди скачат себе первую версию мобильного приложения и попробуют им пользоваться, и дадут вам отзывы. Когда всем все нравится, тестирование прошло на ура, я вас поздравляю, мобильное приложение ваше готово, и оно готово уже к публикации. Вы публикуете, регистрируетесь на Play Market, ну, либо на любом другом магазине, регистрируете там мобильное приложение, погуглите, как правильно делать оптимизацию мобильного приложения и развития, ну, и, собственно, вас ждет запуск и постоянное продвижение мобильного приложения. Ну, перед этим, я вам вообще советую, перед тем, как приступить все-таки к созданию мобильного приложения, заранее подумать, как вы его будете продвигать, платными, бесплатными способами, где будете покупать рекламу, если не будете покупать рекламу, как вы будете ее выдвигать, через YouTube канал, не через YouTube канал, где ваша потенциальная аудитория, это уже вас должен проснуться на этапе идеи, вас должен проснуться маркетолог, который будет думать и понимать, как вы будете продвигать, либо обратитесь к специалисту, все зависит от вашего бюджета. Ну, собственно, и так происходит разработка мобильного приложения, ну, конечно, вас ждет постоянно работа над ним, что-то усовершенствование в дальнейшем, обновление версий, обязательно работайте над своим мобильным приложением, не прекращаясь. Возможно, вы захотите что-то улучшить, плюс вы получите отзывы ваших реальных пользователей, и, конечно, вы будете работать далее над своим мобильным приложением. В целом, и так разрабатываются настоящие мобильные приложения. На сегодня у меня все, с вами был проект Maboo, создавайте свои мобильные приложения и ничего не бойтесь. Если хотите стать настоящим Android-разработчиком, я жду вас на курсе, сделаю из вас Android-разработчика качественно и оперативно. Все, на этом все, всем пока.